Телеканал КРТ представляет Мир вам! С вами Пролетарский Камень, где мы пытаемся ответить на вопрос «Почему?». Почему что-то происходит? Но мы отвечаем на этот вопрос не просто так, от балды, как большинство из наших псевдоэкспертов, а вооружившись самым передовым знанием, запрещенным, конечно, на Украине, поскольку здесь запрещен даже здравый смысл, а знания эти сформированы диалектическим материализмом, марксизмом и историческим материализмом. Так что же там говорили исторические деятели? Очень известный из них Тейлеран когда-то сказал, что единственный орган, которым меньше всего должен пользоваться политик, это его язык. Но, увы, это не относится к нашему президенту Голобородьке. Но что с него взять? Он бывший Шут, который случайно стал президентом. Его работа была «Говорить чушь». Чушь это он же и продолжает говорить. А вот Владимир Ильич Ленин, наставляя советских дипломатов, указывал им, что надо вскрывать какие-то недоработки во вражеском лагере, находить противоречия между врагами, пользоваться ими и каждый день увеличивать количество друзей и уменьшать количество противников советского государства. В этом году мы отпраздновали 75 лет победы в Великой Отечественной войне советского народа. Кто-то отпраздновал? Наши западные партнеры, а также их сателлиты на Украине. 75 лет скорби и проигрыша. И возобновились дискуссии. Дискуссии о том, кто же все-таки начал эту Вторую мировую войну. Была ли она для нас Великой Отечественной? Кто виноват? Кто агрессор? Ну, здесь все вступили в бой неравный. И европейцы, которые на разных своих форумах, в Европарламентах принимают резолюции, что, оказывается, было все-таки два виновника. Это наша советская родина, ну и немецко-фашистская Германия. Президент Путин, президент страны, с которой у нас очень тяжелое отношение, но на территории которой находится бизнес всех наших патриотов, даже на английском языке написал статью, отправив ее туда, в западные журналы, где объяснил товарищам европейцам, что, мол, ну, подождите-ка, а как же Мюнхенский сговор, сдача Австрии, ну и вообще-то то на нас напали, как бы кто там к какой войне не готовился. Поучаствовал и наш Голобородько в этой дискуссии, заявив в Польше, да и продолжая заявлять сейчас, что Советский Союз был таким агрессором тоже, разорвав несчастную Польшу совместно с фашистскими ордами пополам и несет такую же ответственность за начало кровавой бойни, как и гитлеровцы с сателлитами. А пришел на Советский Союз в 41-м году весь Европейский Союз в составе Германии, итальянских, румынских подразделений, венгерских, финских и прочих-прочих, о чем мы сейчас забываем. Так давайте же подумаем, зачем и польский и стемблишмен, европейский и стоящие за поляками американцы, так нам навязывают аргумент, что, мол, вы виноваты, вы напали на Польшу, вы отобрали от нее кусок. Зачем нам формируют такой казус Белли, повод к войне, а война всегда нужна буржуазии для распределения ресурса и захвата новых, и каждой войне предшествует дипломатическая, экономическая и правовая подготовка, потому что война, как ни крути, это тоже один из способов разрешения конфликтов, и очень важно быть в этой войне правильным и справедливым, дабы весь цивилизованный мир, потомки смотрели на тебя, как на праведно действующего. И правда, необходимо окунуться в небольшой исторический экскурс. В 1917 году большевики приходят к власти и принимают декларацию прав народа в России. На Втором Всероссийском съезде Советов Польша провозглашает независимость, а РСФСР ее признает. В ноябре 1918 года между Польшей и Зунеэр, Западноукраинской Народной Республикой, разворачивается вооруженный конфликт. 22 января 1919 года Зунеэр и УНР объединяются в единое государство. В итоге УНР, Украинская Народная Республика, войну проиграет. 21 апреля 1920 года Симон Петлюра от лица УНР договорился с Польшей, а граница между государствами по реке Сбруч, отдав Галицию полякам. Все формации УНР проиграют войну, параллельно Украине большевиков. 1 июня 1919 года создается военный союз России, Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии. Советская Украина. В 1919-20 годах уже советское правительство ввело войну с Польшей, имея переменный успех. Однако запрашивая мир и 22 декабря 1919 года, а затем и 28 января 1920 года, польское правительство отказывает в мире. Всесоюзный Центральный Исполнительный Комитет ВЦИК пошел на крайний шаг. И 2 февраля 1920 года советское государство обратилось непосредственно к польскому народу с предложением заключения постоянного мирного договора. В ответ 25 апреля 1920 года польская армия пошла в наступление и взяла совместно с частями Петлюровцев Киев. Организовав контрнаступление, Красная Армия к августу 1920 года освободила в том числе Львов, дошла до Варшавы. Чудо на Висле спасло речь Посполитую. Вмешались крупные игроки. Великобритания заявила, но Тукерзона потребовал установление восточной границы Польши согласно с декларацией о временных восточных границах Польши от 8 декабря 1919 года. Антанта пригрозила большевикам полноценной войной и Москва уступила, учитывая, что в стране еще шла гражданская война. Впереди был штурм Крыма. Войска Красной Армии были отведены за линию Керзона. В 1920 году был подписан Рижский мирный договор между Польшей и УССР и СФСР. По этому договору Польша сохранила за собой в том числе и Западную Украину. В январе 1934 года Гитлеровская Германия и Польша заключают пакт о дружбе и ненападении. Одно из условий – последующее совместное нападение на Советский Союз. В том же году Польша отказалась участвовать в Восточном региональном пакте о взаимной гарантии границ Восточной Европы. Польша заявила отказ в пропуске через свою территорию войск Красной Армии во время Чехословацкого кризиса и не позволила СССР прийти на помощь Праге. 1 октября 1938 года, используя Мюнхенский сговор, Польша аннексирует Тешинскую область Чехословакии. 1 сентября 1939 года Гитлер нападает и громит польскую армию. 17 сентября польское правительство бежит за границу. После этого СССР, не ведя войны с Польшей, которой уже как государство не существовало, переходит старую границу и войска занимают территорию Западной Украины и Беларуси. Западные регионы присоединяются к Украине, чем восстанавливается справедливость. Поскольку рейский мирный договор был навязан советскому государству в тяжелых условиях гражданской войны, интервенции, голода и под угрозой внешней агрессии со стороны Антанты. СССР возвращает Литве, Вильнюс, захваченный польскими интервентами в 1920 году. Ялтинскими и подздамскими соглашениями была определена новая граница Польши. Польша увеличила свою бесспорную территорию в 212 тысяч квадратных километров на 100 тысяч квадратных километров и расширила доступ в Балтийскому морю 71 километра в 1939 году до 526 километров после 1945 года и получила свое полное владение Гданск. Компенсировали потерю Галиции и Западной Белоруссии полякам за счет государства-агрессора Германии. Все справедливо. 21 апреля 1945 года СССР подписал договор с Польшей, гарантировал последние независимости и государственный суверенитет. Польша в социалистическом лагере сохранила на своей территории даже мелкое земельное помещичество. Уходя в свободное плавание, Украина получила в наследство свою западную территорию, за которую велась борьба с 1918 по 1945 год. Так кто ж тогда жертва агрессора Польша в послевоенной, я имею ввиду Первую мировую войну годы, вела агрессивную захватническую политику, была союзником Гитлера и готовила вторжение на территорию Союза Советских Социалистических Республик. Советский же Союз был последним государством, который подписал договор с Гитлером о ненападении. До этого с Гитлером поподписывали договоров абсолютно все. Советский Союз до последнего года не хотел с фашистами иметь ничего общего. В отличие от тех же США и Британии, которые торговали даже во время активных военных действий во Вторую мировую войну через Базельский банк. В Швейцарии с Гитлером Советский Союз до последнего отказывался иметь дело с нацистской Германией. И когда из Франции и Великобритании в Москву прибыли послы, типа послы, абсолютно без каких-либо полномочий на подписание договора, и товарищ Сталин понял, что с ним просто играют в кошки-мышки, подписал тогда договор с Гитлером, чтобы выиграть для нашей войны драгоценное время. Но диджитализаторы, которые сейчас захватили власть, не понимают этого. Если госпожа Мендель в перерывах между приступами токсикоза распечатает польский гимн Зеленскому, то он сможет там прочитать не стенание про то, что мы еще не умерли, но вот-вот умрем и когда-нибудь хорошо заживем. А то, что Цоном Пшемач общее вжело шаблем от Биеми, я прошу прощения за произношение, это значит то, что иностранцы у нас отнули, мы вернем назад саблей. И очень важно сейчас власть имущим европейским показать, что было два агрессора, чтобы и оставить себе земли, которые поляки забрали у немцев, увеличив свою территорию, о чем мы говорили выше. И в том числе претендовать на земли Западной Украины. И наша компрадорская буржуазия подыгрывает полякам и стоящим за ними американцам в этом. Почему? Тупость или предательство? Ну, не знаю насчет тупости, хотя в принципе нынешняя наша номенклатура состоит из стандартных грантаедов, то есть таких целеустремленных дурачков. Тупых, но высокомотивированных. Либо реальная элита, которая стоит за их спинами, уж сильно обеспокоена своим имуществом, которое находится по тем же великим герцогствам Люксембург, княжеством Лихтенштейном и королевством Великобритании. Поэтому, товарищи, надо понимать, что каждое слово, сказанное президентом, это не выступление со сцены очередного клоуна. Это основа для международной политики и предъявления будущих претензий. И да, конечно, сейчас я уже предвижу, как многие возбудятся по поводу того, что это у меня тут за бюст такой стоит, и побегут строчить доносы ведомства Авакова, который собрал под своей крышей убийц, насильников и идиотов, которые взрывают пустой автобус без террориста, пытаясь там отыскать вчерашний день. Так вот, этот бюст, бюст очень известного артиста Павла Зеброва, который я купил сегодня здесь недалеко на Андреевском узвозе. Очень отличная работа известных украинских мастеров. А за сим разрешите откланяться. С вами был Пролетарский Камень. Всех благ. Огонь. С вами был Пролетарский Камень.